Ник Демидюк Огромнейшее спасибо За щедрый Внестримовый донат С таким текстом 18 января К сожалению, я тогда, по-моему, даже не стримил Проебался, был Очень важными делами занят, ребята Я дрочил, наверное, или спал Спасибо большое, значит, еще раз Годовщина победы над жухами В честь этого припомним былые победы А давайте-ка, былые подвиги Так, господа, спасибо тем, кто лайкает Кто пишет комментарии, кто пишет и соблюдает правила чата И самое огромное спасибо всем донатерам На премьеру, прям в максимально реальном времени Блядь, только пожалуйста, пусть не лагает Что-то какой-то ком с ума сходит, только бы без лагов сейчас Давайте, держим крестики Смотрим Блядь, не тамошний, да Где мой донат? Вконтакте можно скачать Вконтакте у меня можно найти в записях Я донаты пока выключу Так, еще раз Блядь, прервалось обидно все, ну ладно Еще раз всех приветствую На самом деле не хотел снимать, конечно, видос, четверг на эту тему Но все-таки нужно определенные такие сделать откровения Небольшие обращения и так далее Ну, соответственно, следующий видос уже будет учебный Это будет видос на тему хаммеров в левой руке И пьемы, и обратно, и в общем, все, как обычно Будет подробно рассказано и показано И бесплатно, без зазывания, какие-то школы и так далее Сегодня буквально вышел ответ от Анатона Барина Который сказал, что типа У меня сейчас нет какого-то месяца или полтора Для того, чтобы ответить на все Это у меня сейчас проблемы с родственниками и так далее Со здоровьем Ну что я могу сказать Естественно, если есть какие-то проблемы Да даже если нет проблем со здоровьем родственников Здесь только пожелать им здоровье Потому что родственники в всяких ситуациях, я считаю, ни при чем То есть мне кажется, что человек должен отвечать именно за себя И ни в коем случае не прикрываться родственниками Вот у меня, пожалуйста, была ситуация Я думаю, что помню с этим гитар-баттлом Я, конечно, мог бы снять видео, показать билет Сказать, чуваки, у меня, типа, не знаю, справка гинеколога У меня жена на пятом месте беременности, мы улетаем Но я понимаю, что это некрасиво То есть лучше я приму ее сюда на себя Я снял это видос Ну, здравствуй, Серик и так далее Да, он был грубоватый Если, соответственно, господин Кузьминский и табачников обиделись Ну, опять же, только просить прощения Потому что лучше было снять такой видос Взять на себя весь удар, чем прикрываться беременной женой Потому что это, конечно, было бы, мне кажется, полный зашквар Но господину опарину зашквары не чужды Поэтому, соответственно, мы все это дело наблюдаем Как он будет зато выкручиваться, я, честно говоря, не знаю Может быть, только придумать Вот сегодня, допустим, ВК там ломали Может быть, как-то сломать ВК, написать какие-то минимумы угрозы Я не знаю, понятия мне, как можно из такого выкрутиться Потому что это реально просто шляпа Сейчас уже поступают всякие комменты от блогеров То есть пока еще видосов официальных мало Но, тем не менее, уже между собой идет разговор Да, что все, человек просто для любых сотрудников То есть, опять же, никогда не призывая какую-то войну Развязывать, дизлайки, там, хейт и прочее Но, конечно, должен быть игнор Потому что вот такого не делал еще никто Хейтит меня там за какие-то грубые штуки Но хотя бы это все открыто, честно, и видно А вот именно плести херню, заключив с человеком мир И четыре с половиной месяца через говорилки и уаски хейтить Придумать про него такую грязь Это, конечно, крафт Догнали Поэтому, я не знаю, Антон Мне кажется, что тебе придется, наверное, ждать, когда обновится поколение То есть ты достаточно молодой И вот те ребята, которые сейчас у гитарного, у руля гитарного ютюба То есть те же самые, допустим, там, не знаю, ну, все блогеры И Иван Сарамятников, и Хард Саунд, и гитарные истории, и так далее, и так далее Я и Лео с тот же самый Я очень надеюсь, что они с тобой больше никаких делами не будут И тебе придется ждать, пока все это обновится Может быть, лет через два спорят какие-то новые люди, которые забудут то, что ты наделал И как-то будут с тобой работать, я не знаю Ну, я думаю, либо Апарину можно сейчас на англоязычную аудиторию пытаться выйти Либо на, там, испанский язык Ну, либо надеяться на то, что у нас в русскоязычном гитарном ютюбе В русскоязычном пространстве Ванга ебаная, блядь, сейчас будет вещать Одни куколды, которым похуй И которые, им похуй, блядь, из чего, там, ну, как бы С чьей руки они кормятся, грубо говоря И им похуй, что тот, кто делает для них контент говноед конченый Они, как бы, будут ждать все равно Думаю, такое тоже возможно Мне кажется, современное поколение должно просто молча от тебя отказаться Потому что здесь уже не прокатит ни извинения, ни, абсолютно ничего Потому что Кто поверит этим извинениям? Сделать два? Два, Карл, нажав спину У меня вопрос, собственно говоря, а за что ты так навидишь? Ты же прекрасно понимаешь, что я не взял никакого силки Не было куда-то тайного поста, который был ударил, которым я обосрал еще силки Такого не было Я тоже не понимаю, кстати, за что, а парень, на самом деле, изначально Ну, изначально в чем прикол вообще? Когда мы заключили перемирие, все же было спокойно Зачем ты это делал? То есть, что тебе так нужно было? Я не могу понять Почему тебе так важно было сломать мой канал? Я же видел тебе переписки, что, типа, была целью на положить мой канал Что через год, типа, возможно, восстановлюсь, но, типа, важно, но сломать Зачем? Что я такого тебе сделаю? Не знаю, что ты сделаешь вообще? То есть, реально, да, речь теряется Я такую именно ненависть и агрессия не могу понять Я могу понять, ну, как бы, допустим, с кем-то у меня прямой конфликт Допустим, чувак не нахамил, я ему ответил хам, что и так далее Ну, за что? Я же тебе это просто помог Ты же был на самом дне гитарного ютуба У тебя будет 100 подписчиков, и все У тебя был видос, там, про пангею, еще какой-то херь Это никому не было нужно То есть, я же тебя вывел, люди, я показал, то есть, за 5 Спасибо, большая редкость, классный человек У меня тут, у меня тут, у тебя показал, то есть, за 5 У меня небольшой жух тут У видос, там, про пангею, еще какой-то херь Это никому не было нужно То есть, я же тебя вывел, люди, я показал, то есть, за 5 Спасибо, большая редкость, классный человек Ну, не мразь ли после этого опарен, скажите? Ты же написал, спасибо, мужик, ты такой классный и так далее Как так-то? Ну, почему? Ты же мог пойти все на другом пути Да, допустим, работает, там, знаю. Вот, не знаю, то же самое Павел Забуруев, да, он же, словно, мой, как бы, конкурент, но я же постоянно хвалю, что вот у него крутые там и уроки, крутые. Или как Глеб Олейник. Просто, вот, блядь, если бы опарин просто в это говно не лез. То есть Олейник, типа, ну, там, неважно, как его там Фред оценивает, суть в том, что Олейник не лезет в это говно. Он был бы либо как Павел Забуруев, либо вот как Глеб Олейник сейчас. Глеба Олейника любят хейтеры, любят адепты, все его уважают, он всегда говорит, Глеб Олейник победил, все всегда говорят. Павел Забуруев, ну там что-то кто-то шутит про огнетушитель, но реально никто плохо к Павлу Забуруеву не относится, все его посматривают, все к нему нормально относятся, типа норм мужик там, да? Ну только может там у лютых адептов бомбить. Бля, вот просто мог бы занять такую позицию и реально пиздеять там всем или не пиздеять про то, что вот, типа, значит, только музыка, надо любить музыку, надо заниматься музыкой, а гитарные срачи, это все херня. Ну он взял и просто сам себя утопил в говне. Зачем? Для чего я не понимаю? Ради того, чтобы каковременно хипануть? Ради ста тысяч просмотров? И ученики играть так дальше, сам крутой играет. Видишь, нет, никакого нельзя, как бы, ну, не нужно кого-то топить, это неправильно, потому что это все равно выйдет боком. То есть учеников хватит на всех. В России там блин... Сука, блядь, все упало. Стрим упал. Сейчас. Проложаем? Что-то, 140 миллионов или больше. Есть и там Казахстан, и Белоруссия, и куча стран, русскоговорящих Латвий, Литва и так далее, и так далее. Зачем вот так вот меситься, придумывать киллеров, darknet, и ради учеников? Но это же можно, как бы, еще раз хватит на всех, у всех свои подходы. Люди посмотрели, вот этот один играет, вот другой играет. Зараза, что зависло-то? Бля, пиздец, сука. Издевательство и буча. Или что за нахрен? Чего? Капец вообще. Просто все залагало страшно. Так. Казахстан, да еще раньше. Даречь, даречь, я так, именно ненависть, агрессий, не могу. Когда мы слушаем, выждайте. Холера, да-да-да. Крыса сзади, кстати, да. Сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас. Зачем? Дарь, ты все равно зависла в том же самом моменте. Ментарь, как это корень? Сейчас. То есть вот так, я поднимаю. Вот так, я поднимаю. Я поднимаю. Почти, что же, что же, не так, корень? То есть, я тоже, что, опять, надоело на себя принимать. Я тоже китовичисковал. Касательно дарил, да, когда был просто чудовищный хейс, что типа Фредд засал, что его там замудохают на выставке, слился, придумал херню и так далее. Господа, на меня написали письмо. На английском. В офисе дарил. По камере так сказали. То есть, мне позвонил представитель, сказал, что типа так и так. Юра, смотри, вот я за тебя боролась, но... Ну типа, блядь. Написали письмо. Просит тебя снять, потому что типа ты захейтил там Blackmore, якобы показали видос, где ты играешь над его концертной игрой. Ты типа захейтил Андрианова и так далее. Поэтому типа было бы некрасиво. Да, парень реально ВКонтакте сломал, блядь. Ютуб сломал. Все, вообще. Что творится? Мы продолжаем с тобой работать, но все-таки фестиваль, наверное, нежелательно. Что будем делать? Только, говорит, сертифик там у нас как-то придумал какую-то причину. Ну и я, как обычно, просто добрый дурачок, говорю, ну давайте придумаем, что у меня личные какие-то там проблемы. То есть я не сказал, типа выключите сами, как хотите. А я сказал, ну давайте, короче, придумаем, что у меня, не знаю, какие-то личные причины. Все, они повесили, типа, отлично, вот у Юры личные причины. Пошел такой хейт, но никто не сказал, типа, ребят, стойте, не хейтите. Я же знаю, что там случилось. Но нет. То есть я это все дело вытерпел. Потом, допустим, пример, опять же, я потом могу повесить скрин. Вот у меня директор струных спрашивал, типа, Юрий, хотел начать такой момент. Будет ли корректно, если мы с каналом Антона Парина какую-то рекламу нашего магазина сделаем? Я спрашиваю, так как недавно узнал о ком-то конфликте между вами. Поэтому я хочу спросить у вас сначала, будет ли это вообще уместно, или у вас есть какие-то, типа, что-то вроде прямой конкуренции. То есть, естественно, понятно, что люди... Да, мне это тоже вот Фред присылал, могу найти голосовую хуйту, включить, позже включу. Ну, типа, я уж не знаю, что там да как, ребята, но сейчас, мне кажется, надо было бы ответить. Конечно, это будет некорректно, потому что он пидорас. Папарец, кабинет, крыса, затопить, уничтожить. А что ответить? Мне кажется, так надо было ответить. Привет, еще раз. Ну, это же бизнес, то есть это даже связано с такими вещами. То есть, конфликта он начал, я вообще никого не трогал, но, тем не менее, все-таки бизнес есть бизнес, поэтому, конечно, делайте. Кстати, на демо фотки и демо... Там же другое. Ну вот, то есть, видите, я не сказал, типа, вы что там и так далее. То есть, я понимаю, что струнком любом случае какая-то аудитория, хотя, понятно, что вся аудитория парня пришла не от меня, но, тем не менее, как бы вот вам, пожалуйста, ответ джентльмена. Не вонючее крысятничество, а именно, типа, ну да, конечно, мне очень приятно, но работайте, что я буду вам, типа, деньги забирать у вас и так далее. Ну вот, я не знаю, что здесь еще добавить, вот такой вот вечер откровений. Комментируйте, я считаю, что вот, опять же, я... Если кому-то там сильно сразу, допустим, что тут Иван Срамятникова, хотя, опять же, ну, я же не нападал, он опал сам, и так получилось, что у него на канале есть одна тысяча подписчиков, но посмотрим по стыках. То есть канал реально, можно сказать, жух в этом плане, его не ломал, но он просто у него жух. Если считать, что косвенно я виноват, что я, как бы, ему отвечал, там достаточно жестко, бескостно, что всегда, как бы, в прямую, ну, опять же, то есть, только просить прощения. То есть, если ты реально Ивана, например, так сильно обидел, ну, блин, прости. Если будешь опять браться за, там, за какие-то обзоры, потому что, по-моему, ты пока не готов играть на гитаре. Но какие-то, допустим, обзоры, там, педаль, еще чего-то. Я только могу, могу, там, не знаю, репостнуть, еще что-то сделать, там, лайкнуть и так далее. Поэтому, ну, вот так вот, кто там еще с кем мог быть? То же самое, допустим, Макбрейн, да, я не знаю, как бы, вот, мне он, кажется, на канале забавлен. Пусть он придет и скажет честно свое мнение. Если он посмотрел, допустим, по поводу опарина этого видоса и знает теперь правду, то, что он про меня снимал, там, какой-то дичь, что я, там, сыку, бихло, такое-сяку и так далее. Вот, я думаю, что пришло время прийти и сказать, что же... Макбрейн тоже, мразь, крыса, жуха, хмырь сраный, выстрел какой-то парашу тупейшую, обосрался, наверное, скрыл уже ее давно, потому что понял, что это позор. И тоже все куколды все вытерпели. Ну да, да, а тут, а про это, что ты сразу замолчал? Что-то не видим никаких криков о том, что вот, там, бихло, там, что-то, блядь, сидит. Что-то он сидел, блядь, да, на Фреда пиздел, какое Фред, бихло, а здесь ты что, блядь, блядь, ебало свое подзвалил, блядь? Упачивается жуха, паскуда. Ну и все остальные, которые именно упарывались с простатским хейтом... Да, там, ряженький, хуяженький. Творишки, блядь, свои. Конечно, блядь, они все там, ой, Фред, брехло, ой, Фред, пиздобол. А че ж вы, блядь, гнилые, блядь, крысы такие позорные сразу же свои пиздаки позакрывали, когда узнали, что опарен такая же мразь, такой же пиздобол. Не такой же, а как раз действительно мразь и пиздобол, в отличие от Фреда. Теперь стало ясно, что вообще и как, кто на самом деле крысятничал, извиняюсь, Антона, крепчаешь у здоровья, чтобы не было никаких неболезней. Пиздеж про родственников Антона. Ну, то есть, со стороны Фреда, конечно, да, может быть, и хорошо, что он так делает, но я, ну, процентов 80 уверен, что... Ну, на самом деле, да, крысе никакого доверия не может быть, блядь. Про родственников, блядь. Не был бы крысы, и, блядь, мог бы сказать про родственников. Это пиздеж. Из ничего. А Антону, ну, я не знаю, что пожелать. То есть, главное, чтобы он только ничего плохого не делал, потому что, как из этой ситуации выйти, я не знаю. То есть, я бы сам, как бы, ну, я не знаю, что бы накрытил, как из этого выходил бы, я, честно говоря, не знаю. Хер знает. Ну, короче, может, наймёт какой-нибудь пиар-технолог, которым поможет эта ситуация врутиться. Все, в общем, пишите ваше мнение. Я надеюсь, что, опять же, другие каналы тоже подключатся, снимают какое-то мнение. Это еще тоже какие-то, может быть, видосы. Я же не прошу, там, заходите за дизлайчить, просто высказаться. И все, в общем, следующий видос 100% обучающий по поводу Хаммеров. Если, конечно, ничего не сломай, потому что, опять же, сегодня контакт ломали, может, там вообще уже всех перечитал Антона Парина. Может, нет, может, не он ломал, не знаю. Может, он все деньги, которые выучил со школы и отдал на глобальное какое-то взло. Может быть, нет, это я уже как бы утверждать не могу, но, тем не менее, вот такая ситуация. Все, еще раз всем большое спасибо за поддержку. Лайкайте, комментируйте. И следующий видос учебный Хаммеры в левой руке. Все подробно будет, четко показано и так далее. Как обычно, здесь только правда, и, как видите, не только были на гитаре. Всем пока. Ну что ж, да. В общем-то, видос мы закончили. Народ, ну вот вы вдумайтесь, насколько крыса считает нас просто дебилами. То есть, он реально думает, что народ поведется на дедушку и на... И, блядь, если бы Фред так сделал, что было бы? Отца, вот после такого, после того, как он находил время сливать информацию, после всех этих переписок. И дедушка в тяжелом, и отец на операции. Ой-ой-ой, пошел нахуй. После всего этого обмана, после всех этих, блядь, пиздежей в лицо. После его рассказа того, где он в том видосе сказал, занимайтесь музыкой, берите инструменты, делайте то, ради чего мы их взяли в руки. Реально он думает, что мы на это поведемся? Я больше не участвую. Пиздлявое хуйло, ты, блядь, все это время участвовал. Даже полтора месяца своей жизни бессмысленно не будешь? Ты, блядь, четыре месяца этой хуйнёй занимался. Я не буду снимать видео на вбросы неугомонных. Ты, сука, этим и занимался, гандон вонючий. Ты, блядь, четыре месяца сливами занимался, которые зарабатывают на жизнь чем угодно, но только не игрой на гитаре. Я больше не участвую в срачах и скандалах. А что же это было всё, блядь? Он думает, что вот этим он сможет отмазаться, что кто-то подумает, что на самом деле это всё подстанова, подстава и враньё. Он реально надеется, что ему поверят? Мистер Вентрукс вот правильно написал здесь. Хорошо, что апарин не удалил. Чтобы опровергнуть лживые вбросы, нужно тратить месяц. Просто продемонстрируй правду. Если это лживые вбросы. Просто возьми и открой правду. Возьми телефон и на две минуты на него скажи правду. Он реально... Вот в этом проблема таких людей. Они считают всех дебилами. Кроме, блядь, самих себя. Это как бы вот синдром Леуса, но уже в очень запущенной стадии. У Леуса тоже такая же точно хуйня. Они поэтому, наверное, и подружились там с апарином немножко. Фимос головного мозга, блядь, называется. Как там? СВЧ. ЧСВ, да? У меня тоже хорошая самооценка. Но не до такого, блядь. Не до пиздеца. Не до абсурда. Я себя, ну, типа... Блядь, я автопесни, какой же я милый. Ребята, типа я, ну, с самооценкой там и с какими-то такими штуками. Там с гордостью, там с повыебываться. У меня нет вообще никаких с этим проблем, к счастью. Но когда ты реально просто настолько считаешь всех дебилами, что думаешь, что они поведутся вот на такую вот хуйню, ты дебил сам. Вот и всё. Ну, собственно, можно... Ведь повёлся кто-то. На самом деле сейчас даже начать выпендриваться, что вот, Фред обещал, что срачей не будет. А это как бы срач. Ну, как бы на самом деле, да. На самом деле, наверное, всё-таки подписчикам... То есть при чём здесь опарин? Обещание это было подписчикам, что не будет срачей. А в итоге, получается, оно нарушено. Но когда вот такое происходит, ну, я не знаю, ребят. Спасибо большое за просмотр. Видос заканчиваем. А стрим продолжается. И, наконец, давайте глянем уже накиданные донаты, которые я, сорян, выключал. Спасибо, Ник Демидюк, большое за то, что вот напомнил, чем именно, собственно, зашкварен мразота и крыса. Вот. И прекрасно, что произошёл большой жух. Прекрасно, чудесно. Здорово. И, собственно, блядь. Жалко, что почти ничего от этого не стало крысярину вонючему. По причине куколства. Ну, это показательная ситуация. То есть, для всех здравомыслящих каких-то людей, хоть немножко, это всё абсолютно уже чётко и понятно. И. Продолжение следует...